Ну вот здесь кратко не получится. На самом деле нужно огромный комплекс мер провести. Обычные жители России, они чувствуют себя бесправными и незащищенными, потому что в случае конфликта, как правило, за обычного россиянина встает его престарелая мама и его близкие родственники. А за представителя какой-то диаспоры или землячества встает, соответственно, землячество. У них есть свои парламенты, свои республики, свой президент, как правило, в республиках. У них есть возможность аккумулировать деньги, коррупционные связи имеют с полицией, с местной администрацией. Поэтому, конечно, им гораздо проще решать вопросы. И порой, особенно в маленьких городах, у них возникает иллюзия вседозволенности, что они могут делать все. А у местных жителей наоборот, что они бесправные и они ничего не могут поделать с этим. Ведь люди выступают против не бытового убийства или не какого-то происшествия. Люди выступают против беспредела и вот этого общего, накипевшего, негативного мнения сложившегося. Потому что убийство у нас происходит огромное количество по России, а люди выходят не после каждого преступления. То есть здесь это так же, как накипело в свое время и с фанатами убийства, да, Волкова, Свиридова. Так же, как было в Удомли, так же, как происходит во многих городах, где просто СМИ на это не среагировали в свое время. Эти были конфликты там в Галичи, еще где-то, где просто не было, может быть, такого освещения массового средства массовой информации. Но это происходит повсеместно. И менять нужно огромное тут число как бы факторов. То есть есть объективные факторы. Это война на Кавказе, когда СМИ поделили людей там на своих и чужих. Когда все глядели сводки новостей и смотрели, как там развивается операция. Есть субъективные факторы. Это внешняя и внутренняя миграция. Внутренняя это когда бесконтрольно большие группы граждан переселяются внутри страны. Мы понимаем, что право в Конституции есть у каждого селиться, где он захочет. Но все равно цель государства не допускать больших переселений. Это не зависит от русских или от местности. В любой местности будет конфликт, если вы переселите большое число людей с чуждой культурой, самобытностью, религиозным мышлением и так далее. Попробуйте в Карачао-Черкесии построить Уксбекскую деревню, и вы получите тоже межнациональный конфликт. Но, естественно, это внешняя миграция, миллионы мигрантов, которые созаводятся, тоже они создают факторы нестабильности в обществе.